Ребяточки, всем привет! Сегодня необычное видео, мы не в нашей студии. Сегодня мы пойдем в мою обновленную гардеробную. За время карантина я сделала здесь небольшой ремонтик, небольшие перестановочки. И я знаю, как вы любите видео про гардеробную, поэтому я не могла вам это не показать. Но так как я улетела в Милан аж на два месяца, то данная съемка отложилась в долгий ящик. Но давайте пойдем посмотрим, что там новенького. Кстати, ребята, не забудьте, что у нас будет конкурс после этого видео, поэтому досмотрите видео до конца. Итак, ребят, для тех, кто уже видел видео про мою гардеробную, которое я снимала несколько лет назад, и, по-моему, еще года два назад я делала обновленную версию, знает, что моя гардеробная очень сильно поменялась. За моей спиной появилось зеркало. Раньше оно было четко на противоположной стороне. На самом деле я сделала это зеркало на заказ, но оставила тот же стол, который стоял на противоположной стороне. Раньше, насколько вы помните, это был такой стеллаж, у которого открывались дверки, и он был очень-очень высокий, он не подходил в этой части гардеробной. И поэтому мне пришлось заказать новое зеркало. Мне в последнее время безумно не нравятся зеркала с лампочками. И мне захотелось что-то минималистичное, но в то же время, чтобы от зеркала шел дополнительный свет, потому что в этой комнате не так много естественного освещения. Здесь есть немножко естественного освещения вот здесь наверху, и по мою левую руку есть небольшое окно. В чем была ошибка изначально, когда я создавала эту гардеробную? Ошибка была в том, что я поставила зеркало и стол для макияжа, поставила его на противоположную сторону, то есть естественное освещение было за моей спиной. И когда я делала макияж, особенно если это было в зимний период, то получалось, что весь свет у меня за спиной, и мне практически ничего не видно. Плюс у меня не было дополнительной подсветки у зеркала, у предыдущего, и это было крайне неудобно. У меня было несколько лампочек сверху, и получалось, что свет шел сверху, вот такие вот синенькие под глазами, и вообще непонятно, как создавать макияж. Поэтому нужно было срочно переносить зеркало на другую сторону, для того, чтобы естественное освещение светило в лицо. Тогда более понятно, какие зоны на лицо нужно скрыть при помощи макияжа. Мне, конечно же, было не совсем комфортно, а точнее не совсем привычно тот факт, что у меня исчезло пространство, да, потому что раньше дверки открывались, и за ними было большое количество там всяких вещей. Но, вы знаете, я как-то распределила это все по своей гардеробной, я покажу, у меня появился дополнительный комод, в который я сложила все эти вещи, которые лежали в стеллаже, и я теперь кайфую от этой зоны. Во-первых, я поменяла стул, он у меня был такой, как вы помните, прозрачный, тоже со шкурой. Я поменяла его на вот такой вот деревянный, если что, это Zara, Zara Home. Почему? Потому что мне захотелось в гардеробной добавить такую, знаете, эко-тематику, что ли. Я еще хотела здесь забахать зеленую пальму, но потом поняла, что, во-первых, а, я не умею за ней ухаживать, б, ну, наверное, зеленого цвета мне здесь не хочется, и я поставила вот такие вот ветки пушистые, и получился все равно такой классный эко-стиль. Я убрала отсюда красные губы. Кстати, те, кто помнит, вот здесь наверху стояли такие красные губы, какие-то красные книги и так далее. Сейчас, вы видите, преобладая такие золотые, бежевые оттенки, я поставила сюда глобус, ну, в общем, больше такое эко добавила, но смешала это с тем хай-теком, который у меня был. Хром все еще остается, белый цвет все еще остается, но добавила, например, деревянные элементы. Здесь у меня теперь лежат ватные диски, пожалуйста. Вот эта пальма, мне безумно нравится, это H&M, по-моему, на которой висят всякие мои мелкие такие украшения. Поменяла подставку для кисточек, изменила зеркало, мне оно очень нравится, такое прям супер стильное. Поставила здесь несколько шкатулок для украшений. Как вы помните, раньше они у меня были стеклянные, мне захотелось именно золотишком посыпать все. Это подсвечник, ну, мне он просто понравился визуально, плюс у меня довольно-таки большая зона, очень широкий стол, мне нужно было чем-то заполнить, и я поставила вот такой вот подсвечник. Давайте заглянем в стол, потому что там тоже есть небольшие изменения, и мне кажется, что они будут вам интересны. Первый шкаф у нас с украшениями, здесь в основном сережки, есть там всякие коробочки, да, которые сохранились, здесь есть как крупные серьги, так и мелкие, и еще есть несколько браслетов. Собственно, здесь все осталось так же. Единственное, что я добавила органайзеры для того, чтобы хоть как-то распределить сережки, хотя все равно они лежат в одной куче. И в следующем ящике тоже органайзеры, но уже для цепочек. Честно говоря, цепочки все лежат в одной куче тоже. Несколько коробок, тут коробка от моих роликсов, которые я не ношу, в общем, ничего особенного. В вот этих ящиках, в первом ящике у меня лежит косметика, все остается так же, как было раньше. И вот в этом ящике лежат очки, которые я разложила. Если вы помните, то они у меня были в стеллаже и занимали прям целую правую сторону, да. И сейчас они лежат вот таким вот образом, и вы знаете, мне даже так удобнее. Количество сумок у меня очень сильно увеличилось. Пока пространства мне хватает, в целом их можно будет потом ставить как книжечки, знаете, друг к дружке. Я какие-то сумки, безусловно, убираю из своей коллекции, какие-то новые добавляю, но пространства мне становится мало, честно говоря. Хотя я не хотела бы гардеробную больше, чем моя. Кстати, у меня очень многие спрашивали, какого размера, сколько квадратов моя гардеробная. Я тут недавно выяснила, моя гардеробная 15 квадратных метров, где-то так, 15-16. Итак, здесь у меня сумки распределены по цветам. Смотрите, значит, есть полка с бежевыми и коричневыми, есть полка с черными, есть полка с белым и красным. Я совместила, потому что у меня не так много красных, не так много белых, но объединить их было можно. И последняя полка у меня посвящена всем цветам радуги. Ну, просто там лежат все яркие сумки, так как они используются реже, да, потому что моя база это бежевые, это черные сумки, ну, белые, красные я использую реже, цветные еще реже, поэтому они внизу. Также внизу у меня чемодан, но, честно говоря, большие чемоданы у меня хранятся в гараже, не здесь. Еще есть верхняя полка, и она посвящена огромным сумкам, и также там лежат пляжные сумки. Ну, в общем, все большое я не особенно люблю, вы знаете, что я любитель маленьких сумок, соответственно, большие у меня стоят наверху, так как я ими тоже пользуюсь гораздо реже, чем вот этими основными. Далее, пройдем с вами к вот этой части. Смотрите раньше, те, кто помнит мое первое видео, если не помните, кстати, мы оставим ссылки на старые видео, посмотрите их обязательно, вы увидите, насколько сильно все изменилось. Здесь раньше был рейл с одеждой, но потом я поняла, что места под обувь я оставила очень и очень мало, и обуви у меня довольно много, я ее очень люблю, и поэтому здесь я убрала рейл с одеждой и поставила просто полки. Вот этот комод здесь был встроенный, и посмотрите, каким образом я распределила. Наверху обычно стоит какая-то ненужная обувь, да, а-ля летняя обувь и так далее, ну, например, если сейчас зима. Я накидываю туда какие-то тапки и так далее. Но сейчас, честно говоря, вся эта летняя обувь у меня лежит вот здесь, то есть дальним планом, вторым планом. Почему? Потому что я во время зимы часто путешествую, и мне неудобно лазить на последнюю полку, я думаю, что я вообще ее забью какими-то коробками, да, с костюмами на Хэллоуин или еще что-то, и в дальнейшем эту полку буду использовать именно таким образом, потому что я до нее не достаю. Я маленького роста, не удалась. И мне неудобно оттуда что-то брать. Начиная с этой полки мне уже становится более или менее удобно. На верхней полке у меня опять же цветная обувь, которой я пользуюсь реже. Здесь у меня смешана такая, ну как бы вечерняя обувь, да, в основном всякие туфли, в основном серебро, золото, но то, чем в целом я тоже реже пользуюсь. Здесь у меня бежевый цвет, и там накидано летняя обувь, там тапки, всякие, не знаю, шлепки, босоножки, сандалии и так далее. А здесь у меня вся высокая обувь, то есть все сапоги, какие-то очень высокие, например, ботильоны, да, которые не помещаются на данную полку, да, то есть я ставлю их сюда, всякие перья, вот сон лоран и так далее. В комоде у меня здесь домашняя одежда, футболки, иногда лежит трикотаж, да, который вытягивается, но чаще всего трикотаж вешаю на вешалке специальной, да, для того, чтобы мне всегда видеть, что у меня на рейлах, иначе я не пользуюсь одеждой. Вторая полка у меня остается под джинсы, это, наверное, с основания этой гардеробной, джинсы лежали именно на этой полке. Здесь у меня нижнее белье, носки, колготки, в общем, всякая такая ерунда. Кстати, раньше у меня было очень много бюстгальтеров, а потом я их перестала носить, ха-ха, вот теперь их нет. Последнее это ремни, они здесь, собственно, так не очень аккуратно лежат, но по-другому просто организовать их не могу. Я, кстати, искала различные органайзеры для ремней, но я не знаю, сколько мне их нужно, потому что ремней у меня очень много, и в итоге они у меня лежат в куче, и только так я могу как-то ими пользоваться их организовывать. Также здесь лежат различные перчатки, которые мне нужны иногда, и ремешки от сумок, ну, то есть на некоторых из них есть длинные ремешки, и я их ношу. Далее еще одна полка с обувью, она уже более узкая. Я была вынуждена сделать полку более узкой, потому что здесь входная дверь, и если бы полка была более широкой, то можно было бы, ну, как-то чуть-чуть некомфортно было бы заходить в гардеробную. Поэтому я сделала ее уже, но если вы будете строить гардеробную, то делайте полки лучше шире, потому что вы можете ставить обувь в два ряда. Поверьте, начнете вы с одного ряда, закончите тремя. Значит, у меня первая, самая высокая, это белая обувь сейчас, потому что она летняя, и в данном сезоне она мне меньше нужна. Далее идет бежевая, но всякие босоножки и туфли, которые, опять же, мне нужны меньше. Тут как-то смешано черный-бежевый, потому что это такие основные цвета, которые я, собственно, наношу. Здесь также всякие туфли, вечерние босоножки и так далее. Здесь стоят ботинки, которыми чаще всего пользуюсь. Честно говоря, здесь намешано, здесь стоят и там летние какие-то босоногие иногда, потому что, опять же, да, я постоянно путешествую, я просто уже ставлю все вот так вот по полкам и не заморачиваюсь. Здесь стоят кроссовки, ботинки высокие, которые не вошли на данные полки. Ну и вообще ботинки мне вниз удобнее кидать, честно говоря. Итак, теперь мы перешли в эту часть гардеробной. На самом деле, на этом самом месте раньше стоял стол с зеркалом. Это было еще крайне неудобно, потому что все, кто заходили в эту дверь, а почему-то все меня ищут здесь, ну потому что я здесь, наверное, нахожусь большую часть своего времени, у меня здесь обычно приходит вдохновение в этой комнате. Все сразу на тебе в лицо смотрели и видели, что ты делаешь. А так можно как-то спиной ко всем повернуться, типа я никого не знаю, никого не слышу. В общем, здесь я построила себе рейл более длинный, то есть он той же высоты, что и мои другие рейлы, но здесь есть пространство. Я оставила это пространство под шляпы. Если вы помните, раньше шляпы лежали на такой полочке. Теперь эти полочки здесь. Я вижу шляпу очень хорошо и они всегда под рукой. А здесь построила еще один такой же комод, который мы смотрели с вами ранее. Давайте посмотрим, что здесь внутри. На самом деле, я сюда переложила все свои косметические средства. Здесь находятся всякие лаки для волос, какие-то резинки, закрепки, немножечко еще косметики, различные патчи, маски для лица и так далее. В общем, такая бьюти-зона здесь, да, с большими банками. Они у меня лежат. Мне, кстати, очень-очень комфортно от этого, я все вижу. Следующее – это купальники. Вот так вот у меня лежат купальники кучей. Следующее – это спортивная одежда. У меня ее так много, но это не значит, что я занимаюсь спортом. Просто каждый раз, когда я хочу заняться спортом, я покупаю себе сначала спортивную одежду, и потом она красиво лежит в этом шкафу. Последнее – это такая, опять же, сборная солянка. Здесь с одной стороны лежит все для путешествий. Подушки, косметичка для путешествий, аптечки, какие-то мини-версии шампуни. Серединка – это английский. Здесь лежат всякие книжки по-английскому, различные карточки. Так как я здесь обычно занимаюсь по скайпу, то мне удобно, чтобы книжки были в этой комнате. И последнее – тут лежат различные корсеты и теплые шарфы. Потому что различные шелковые платки, которые очень сильно мнутся, они у меня висят в другом месте. Я вам их покажу. Итак, одежда распределена в моей гардеробной по цветам. Это я сохраняю до сих пор, мне так удобнее. Первое, о чем я думаю, когда подбираю образ – это цвет и обувь. То есть, собирать образ я начинаю с обуви. Дальше выбираю цвет, который сегодня отвечает моему настроению и всему остальному. И уже в дальнейшем собираю там фасоны, какие-то комбинации и так далее. Итак, эта зона полностью посвящена бежевому, как вы видите. За моей спиной находится самый-самый длинный рейл. Для чего он нужен? И нужен он обязательно. Потому что есть различные вечерние платья, также есть различные длинные-предлинные плащи, пуховики, шубы и так далее. В общем, все длинные вещи у меня свешены на этом рейле. Следующий рейл у меня с верхней одеждой. Так как сейчас холодный сезон, то здесь висит верхняя одежда. Когда более теплый сезон, я использую этот рейл под домашнюю одежду. То есть, здесь свешиваю различные, ну не пижамы, но типа костюмчики, в которых я хожу по дому. А-ля такие. Сегодня у меня здесь висят серые вещи. Далее идут цветные, такая сборная солянка. Опять же, здесь зеленый, красный. В общем, все яркое, да. Все, что не серое, не голубое, не белое, не черное, не бежевое, висит здесь. Следующий цвет, да, тут очень много денима. Это голубой цвет. Опять же, да, все-все голубое здесь висит. И дальше идет черный и белый рейлы. Там висит черный, белый цвет. Обычно летом белый я поднимаю наверх, черный спускаю вниз. Этой зимой не сложилось, поэтому висит как висит. Так, здесь рядом с моими искусственными пальмами, потому что настоящие у меня не живут. Здесь, во-первых, вот это отделение, такое маленькое, оно было под гладильную доску. Изначально я думала, что вот как-то здесь все это будет оборудовано. Потом поняла, что гладильной доски здесь быть не может. Она находится в другой комнате. Здесь есть такая небольшая перекладина, и раньше я туда свешивала прям супер вечерние платья. Ну, то есть прям вообще такие помпезные. Потом я перестала их носить. По большей части я ношу какие-нибудь костюмы. И это стало место для пакетов. Здесь у меня хранятся всякие пакеты. Очень удобно, когда надо куда-нибудь что-нибудь поехать, пойти, можно взять большой пакет. Еще здесь хранится вот такая огромная шляпа, которая вот свернута вот таким вот образом. Ну, либо ее на антресоли можно было закинуть, либо вот она здесь под рукой, как говорится. Ну, это такая, знаете, шляпа для фотосессий. Здесь находятся как раз-таки шелковые платки. Такие крутящиеся конструкции, на которые я просто свешиваю платки. Вот эти вот все шкатулочки, которые раньше стояли здесь на столе, я их теперь убрала сюда, на подоконник. Также есть различные дополнительные кисти, если мне нужны. Здесь лежат мои книги о стиле, какие-то журналы со мной. Вот, храню их. Ну, такое все не особенно нужно, здесь есть всякие колонки для атмосферы. У меня, кстати, много колонок здесь, я любитель послушать музыку всякую гадкую. Такой хлам, потому что его не видно ни с одного конца гардеробной, и поэтому он в себе хранит всякие штучки. Вот, но на самом деле шкатулки я скоро выселю, просто мама их все никак забрать не будет. И место, которое вы очень любите, знаете почему? Потому что здесь хранятся боксы, которые я отправляю в подарок вам. Моих вот так вот красиво упаковываю. Маленькие боксы и большие боксы. На ютюбе я разыгрываю, естественно, большие боксы, поэтому помните о том, что у нас под этим видео конкурс, в котором вам нужно написать комментарий любой. Можете посоветовать мне что-то изменить в моей гардеробной или написать, что вам понравилось или не понравилось, или просто написать участвую, неважно. Вы автоматически становитесь участником конкурса. Также не забудьте лайкнуть это видео. Через три дня мы выберем победителя и напишем ее в комментариях, для того, чтобы вы видели, что мы подвели итоги. И вот такой вот прекрасный бьюти-бокс с люксовой косметикой поедет к вам. На этом у меня все. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и информативным. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok